В рамках Всероссийской акции «День Героев Отечества» в Музее Победы прошла серия патриотических мероприятий. В Зале Славы состоялась церемония гашения почтовых марок серии Героя Российской Федерации, участники специальной военной операции. Почтовые марки – это особый символ, имеет особое значение для сохранения исторических памятников нашей страны и воспитания граждан России. Комиссия по государственным знакам почтовой оплаты 3 милиции утверждает план издания почтовых марок. Кандидатуры, увековеченных на почтовых марках героев, были определены Министерством обороны и Федеральной службой войск Национальной гвардии Российской Федерации. В церемонии приняли участие Герои России, представители партии «Единая Россия», Министерство обороны, регионов и молодежных организаций. Вы знаете, мы находимся в замечательном зале. Если посмотреть вокруг, здесь золотом вписаны фамилии тех, кто совершал героические поступки. И память о наших героях, героях Росгвардии, о которых говорил здесь Александр Евсеевич, будет всегда. Будут увековеченные воинские части, будут носить их имена города. Мы всегда будем помнить о них, всегда будем знать, что жизнь свою положили они за Родину и Отечество. Тираж серии почтовых миниатюр составил 60 тысяч экземпляров. Тематические марки вместе с информацией о героях можно получить во всех почтовых отделениях России. Состоялась встреча советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина с военнослужащими Семеновского полка. Советник рассказал о геополитических причинах специальной военной операции в ходе боевых действий и ответил на вопросы военнослужащих. Соединенные Штаты каждый раз для того, чтобы сохранить свою страну, чтобы преодолеть новый экономический приз, устраивать эту войну. Потому что заработать можно на военной промышленности. То есть военком работает, и изделия можно продавать. И то, что Украина получает сейчас уже 10 лет от Соединенных Штатов, а последние два года активно. В Музее Победы на территории выставочного комплекса «Заветом Берны» состоялось торжественное открытие мемориальной стены, посвященной современным героям России. На памятные таблички с золотыми буквами нанесены имена участников специальной военной операции, героически проявивших себя в зоне СВО. В торжественном открытии приняли участие представители Государственного фонда «Защитники Отечества», а также Герои России. Вы на самом деле мужчины с большой буквы, и спасибо большое, что продолжаете жертвовать своими жизнями. Берегите себя, пожалуйста, всегда. Это очень важно и нужно. А такие мероприятия – это, безусловно, память на долгие-долгие годы и воспитание наших маленьких подрастающих патриотов. В зале славы Музея Победы состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу солдата-победителя. Участники церемонии в сопровождении оркестра войск национальной гвардии почтили память Героев России. В честь Дня Героев Отечества с концертной программой выступили студенты и выпускники Камерного хора Колледжа Российской Академии Музыки имени Гнесиных. В рамках Дня Героев Отечества состоялась встреча с Героем России Русланом Сайфулиным. Командир инженерно-саперного полка поделился подробностями подвига и ответил на вопросы о специальной военной операции. У меня принцип работы всегда такой, я вот командир полка, прошел все должности от командира взвода до командира полка. 13 лет прослужил на Северном Кавказе, из них почти 9 лет в Чеченской Республике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова